МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы на Думской ТВ. Мы начинаем наш информационный вечер. И следующие три часа в прямом эфире говорим о грузинском экономическом чуде с экс-главой доходов Грузии. Также обсудим ужасный инцидент в Николаевской области, где вследствие действий полиции погиб мужчина. И коснемся темы заседания исполкома Одесского городского совета. Добрый вечер. Мы начинаем. У нас в гостях Йоргитс Хакая, экс-глава доходов Грузии. Добрый вечер. Очень рады, что вы пришли к нам в гости. Мы сейчас выведем на экран небольшой... Небольшой также будет экран у нас на экране, где мы можем видеть, как проходит брифинг в Николаеве. Совместный брифинг Генеральной прокуратуры и Национальной полиции по делу убийства Александра Цукермана, которое произошло вчера полицейскими Кривого озера. Мы будем следить за развитием событий. Там уже выдвинули меру пресечения троим полицейским. Одного задержали на 60 дней без права залога. Но об этом будем говорить в течение нашего эфира. Возвращаемся к гостю. Георгий Цхакая, экс-глава доходов Грузии. Здравствуйте еще раз. Поговорим сперва о так называемом чуде в Грузии, экономическом чуде. Некоторые ставят его под сомнение и спрашивают, а было ли чудо? В двух словах, чем экономику удалось буквально возродить и благодаря чему? Третьего года, потом приезжали в 2010, 2011, 2012 или сегодня, они очень легко увидят, что случилось в Грузии. Грузия была страной, где не было света, газа, отопления, никакого комфорта. Грузия была суперкриминологическая ситуация, коррупция больше, чем в Украине или вообще где-нибудь в подсоветском пространстве. И реальность была такова, что на карте мира существовало какое-то очень странное государство, которое в первую очередь никто не знал, что, где и как находится. И Грузия была знаменита только несколькими очень плохими аппетитами. Ну, кто-то знал... Вот за счет чего все же удалось этого достичь? Это удалось, несколько вещей было сделано, самых главных, это те люди, которые начали управлять Грузией, сказали и договорились о некоторых правилах игры, которые очень важны. Первое, самое главное, что мы убиваем коррупцию. Как убивается коррупция? Когда ты отказываешься от потоков и говоришь, что к нам ничего не приходит, кроме этого начинается контролировать то, что никто не делает деньги. Во все... Невозможно сказать, что было сделано один, два или три вещи. Самое главное, при делании реформы, реформы должны проходить во все отрасли одновременно, и началось создавать нормальное государство. Это была реформа законодательная, если говорим об экономике, ливерализации экономики. Чтобы привести пример, в 2005 году Грузия по дуинг-бизнесу была на 112 месте, а в 2011 году стала на 9 месте. Какую роль в этом иностранные инвестиции сыграли? Говорят, что вот это экономическое чудо именно на иностранных инвестициях по существу удержится. Если сегодня спросить у руководства Грузии, оно будет говорить, что, в общем-то, разгребает все то, что, в общем, выплачивает этот долг. Дело недолгие. Иностранные инвестиции, чтобы пришли... 20% от ВВП Грузии инвестиции иностранные. Ну, сколько в Украине? Ну, в первую очередь, для того, чтобы FDI, Foreign Direct Investments, пришли в страну, для этого нужно создать нормальную страну, а то ничего не придет. Почему очень сильно уменьшилось? Например, вы знаете, что в 2015 году в Украине было 342 миллионов иностранных инвестиций. В этом году миллиард 339. В 2012 году в Украине было 8 миллиардов. И это очень плохо, что только 8 миллиардов, потому что и тогда не было очень хорошей и привлекательной... Но кредиты – это хорошо или плохо? Нет, кредиты вообще очень нехорошо, но у нас была так называемая кап. Мы поставили это в том числе в законодательстве, что у Грузии не может бить иностранного долга больше 30%. И в наше время, как раз когда долг уменьшилось в сравнении с GDP, сколько было соотношения, мы начинали с 42, если правильно, и дошли до 26. Так что это неоспоримый факт. То есть вы могли выплачивать? Конечно. Эти долги были соизмеримы с вашими возможностями внутри страны? Это раз, еще раз, меньше 30% это нормально считается. Есть такой стандарт, которого придерживался Грузия. К сожалению, в последние годы немножко вырос сейчас 36-37%. Это нехорошо, но это не катастрофа. Мы знаем страны, у которых, например, в Украине больше 90%. Но скажите, если вы говорите о том, что кредиты – это не очень хорошо, почему так Украина ждет этих кредитов, так просит и нуждается? Потому что других возможностей для того, чтобы компенсировать то, что неэффективно работает в всей государственной институте, не существует. И один из альтернатив, придуманный такой в мировой практике, есть иностранный долг. Если бы государственные институты работали лучше, эти долги не нужны были. Правильно? В Украине, если взять конкретные примеры, есть очень большое процентное соотношение, так называют, теневой экономики. Если экономика будет выходить из тени нормальными способами, если будет меньше коррупции, тогда не понадобится... Про долги. Какой долг остался у Грузии после президента Михаила Саакашвили? 30%, меньше 30%. Это нормальные показатели? Это нормальные показатели. В Украине нужно какой-то порог поставить, за который нельзя выходить? Сегодня ничего невозможно. В Украине нужно очень быстро делать и проводить самые радикальные реформы, для того, чтобы государство не нуждалось в такой объем помощи. Ну вот одна из реформ полицейской, этот инцидент, который мы и сегодня будем обсуждать, и вообще сам факт того, что полицейские уже новой формации, они вот допускают... Ну, буквально убивают людей. Первое, я не видел, что у них новая форма, поэтому я надеюсь, что это не новые полицейские, тех людей, которых... То есть они аттестацию не проходили, вы думаете? Я не знаю, не разбирался, я более экономист, чем разбираюсь с такими вопросами, но очень плохо, что это произошло, и надо наказать. Это, к сожалению, как вы знаете, каждый месяц происходит в одной из штатов Америки такой случай, когда полицейские перевешают свою должностную обязанность и занимаются какими-то плохими делами. Реакция государства. Это очень сильное, наказание должно быть суперсильнейшим для того, чтобы это был пример для всех правоохранителей, потому что это очень важно. Как сейчас должны отреагировать элиты на это происшествие? Я думаю, что в первую очередь в регионе, где это произошло, все, начиная с региональной полиции, где люди отвечают за действия этих людей, райотдел и так далее, все должны взять на себе, в первую очередь, эту ответственность, что как можно было допустить, что четыре человека, которые собрались вместе, такое изверство получилось у них. В первую очередь надо провести хорошее расследование. Но Хатя Диканаидзе уже расформировала этих, те, кто может принимать решения. Я думаю, что очень правильно, что расформировала, но еще раз говорю, надо в первую очередь как можно открыть, надо открыть всю информацию для людей, чтобы у людей не оставалось вопросов. Самое главное, чтобы вот вы, как граждане Украины, знали, что там произошло. Давайте вернемся в Одессу, давайте вернемся на Одесскую таможню, поправьте меня. Если я ошибаюсь, вас называют одним из людей, который фактически и руководит вместо Юлии Марушевской, вот она такой номинальный руководитель, а вы фактически руководитель Одесской таможни. Вы хотите, чтобы я это... Прокомментируйте. Какое отношение имеете к Одесской таможне? Я, как и на Одесской таможне, мы работаем реформированием Одесской таможни, я являюсь руководителем рабочей группы, который создан Плей ОК. Да, и мы занимаемся институциональным изменением самой таможни. Мы говорим идеи... У вас собственный кабинет есть? Да. У меня несколько рабочих кабинетов есть на очень многих местах, где рабочая группа сидит и работает. Но дело не в этом. Я работаю не только в Одессе, я работаю, например, в других странах. Я работал в Молдове, сейчас работаю в Албании, и там тоже пишу реформы, и там везде есть... Хватает нам все время? Ну, это моя работа. Давайте посмотрим, скажем так, небольшое досье ваших работ, особенно за время вашей работы главой доходов в Грузии. Пожалуйста, давайте посмотрим. Георгий Цхакая. С февраля по май 2005 года консультант в аппарате государственного министра по координации реформ Грузии. С июля по декабрь 2008 заместитель министра экономического развития Грузии. С декабря 2008 по февраль 2009 заместитель главы канцелярии грузинского правительства. С февраля 2009 по март 2011 года глава службы доходов Министерства финансов. С марта 2011 года занимал должность вице-мэра Тбилиси по экономическим вопросам. С 2015 года является советником председателя государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, а также председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили. Про Романа Насирова тогда давайте. Вы являетесь его внештатным советником? Нет, сейчас уже не являюсь. Наши отношения с Романом Насировым, так можно назвать это кардиограммические, были в ситуации, когда у нас было хорошее отношение, потом ухудшались. Почему? Ну это зависло от того, что наши интересы расходились в плане того, что надо делать в Одесской облгосадминике. Конкретно, да. Когда начали, ну у нас было несколько договоренностей с Насировым о тех вещах, что надо сделать на Одесской таможне, вообще в таможне, как пилотный проект, опыт грузинский, не только грузинский, надо было имплементировать здесь, и на каких-то вещах договорились, в том числе, например, по Асикуде, когда он сказал, что у вас супер, очень хорошо, давайте начинаем, потому что нам реально очень сильно нужна автоматическая система, потому что IT-система очень плохая. И тогда, когда понял, что это разрушает какие-то вещи, которые созданы, к сожалению, в ДФС, конечно, начал противоречиться этим вещам. Таких было очень много, к сожалению, открытость в первую очередь была, ну разговор открытый был другим, а реальность... Вы считаете, что он уже не достоин занимать эту должность, и, возможно, нужно пересмотреть его кандидатуру? Я уже давно, я думаю, что давно это надо было сделать, потому что если реформа не сделана за первые 6 месяцев в один год, значит, эффективность этого руководителя нулевая. Я уверен, что никакой реформы в этой сфере мы не должны ждать от этого человека. Скажите, пожалуйста, ну вот рабочая группа, которая была создана, когда она была создана? Она реально была создана где-то 9 месяцев тому назад. Вы успели подготовить или предложить какие-то реформы кодекса? В первую очередь мы подготовили несколько документов, в том числе законодательные изменения, которые дали нескольким людям, не только ДФС, но министру финансов, предыдущему министру финансов, в том числе, конечно, внутри самой губернии было очень много работы на эту тему. Мы разговаривали и продолжаем разговаривать с премьер-министром, но предыдущим премьером разговаривать не было возможно, потому что это была какая-то нехватка, как минимум, в виде, что надо делать в государстве, и в том числе на таможенной реформе. В том числе мы работали и продолжаем работать с всеми заинтересованными органами, в том числе общественностью здесь, в Одессе, и не только, которые хотят изменений на одесской таможне, как пример. Потому что одесская таможня может стать очень хорошим примером. Кроме этого, очень большая работа была сделана, есть реально очень много документов, которые проработаны, но кроме разработок... А вот реальный эффект для бизнеса? Кроме того, что уже изменилось на одессской таможне, мы говорим об институциональной изменении, мы говорим, что было готово при рабочей группе. Если говорить, что уже сделано на одессской таможне, я думаю, что очень много сделано, и это надо спросить в первую очередь бизнес, потому что вот несколько дней назад у меня была возможность бить на European Business Association встречи, где все одиногласно говорили о достижениях одесской таможни. Это очень приятно, когда сам бизнес это чувствует. Бизнес не уходит из одесской таможни в другие таможни? Конечно, тот бизнес ходит, который должен уходить из одесской таможни. То есть вы этого добивались? Недостатки. Почему он должен уходить? Потому что это так называемые площадки. Это было политическое принято решение. Чтобы вы понимали, чем отличается от других компаний, нормальных компаний, это не их толковина, это системная вина, которая должна быть отрегулирована на центральном уровне, на законодательном уровне и так далее. Но одесская таможня решила, в том числе губернатор принимал участие в этом политическом решении, не хотел, чтобы одесская таможня была частью той коррупционной схемы, в том числе занижения цен и непопадания в бюджет достаточно денег, которой эти компании занимаются. Их бизнес создан так. Сегодня на одесской таможне коррупции нет? Сегодня на одесской таможне центральной коррупции нет. Это факт. А битовой коррупции, к сожалению, еще есть. Это где берут 200-500 гривен. Но на этом есть создана специальная группа в одесской таможне, которые борются с этим. Ну, их возможности оперативные, конечно, не существуют. Этим надо бороться всем участникам правоохранительных агентств, которые есть, которые должны каждый день... Вот я примерно говорю, когда в 2009 году я стал главой налоговой таможенной службы Грузии, в день задерживали практически каждый рабочий день одного таможника или налоговика. Если это реплицировать на территории Украины, это должно быть 10. К сожалению, мы не видим 10 человек пойманных ни за день. А что, не хватает кадров, которые бы осуществляли контроль коррупции? Где? В одесской таможне. Но она большая, это же не сосредоточено где-то в одном месте. Питалая коррупция так невозможна без оперативной поддержки искринить. Поэтому это не работа только таможни, надо системные изменения. Те изменения, которые, возможно, были на одесской таможне, системно изменить, которые не дают возможность таможенникам брать взятки, уже сделано. Все остальное надо изменять, которое уже подготовлено, и мы добиваемся все вместе, чтобы это имплементировали. Какая зарплата у сотрудников таможни на сегодня? Очень маленькая зарплата, где-то 2-3 тысячи гривен. Она позволяет мне брать взятки? Это не объяснение. Я очень часто встречаю людей, что как им жить. Если они не хотят жить на 2-3 тысячи гривен, они должны уйти и найти другую работу. Хорошо, а кто работает у вас? Студенты? Кто там работает за 2-3 тысячи гривен? В том числе будут работать студенты, те люди, которые верят, что можно работать честно. Ну и самое главное, то те институциональные изменения, которые мы предлагаем, мы хотим открыть открытый митный простер в Одессе, позволить платить таможенникам 10 тысяч гривен. Это есть один из факторов, почему боятся несколько людей этого реформы. Потому что он в корне изменяет подход таможни к бизнесу. Сейчас создан институт для того, чтобы обдирать бизнес при входе, потому что налоговая система очень неэффективная. И подход к самому бизнесу, что как долго он зашел, ты берешь все деньги, а потом он что-то делает. И есть толкоконтроль. В том числе нету так называемого правильного контроля, то, что называется борьба с контрабандой. Большинство, я говорю в целом об украинском модели, работает так называемый экономический фактор, чтобы получить как можно больше выгоды от компании. Нету реального сервиса, который должен предоставлять в том числе таможня, для того, чтобы для организации, для бизнеса было легче вести бизнес. И в Украине один из факторов, в том числе по doing business, есть trade across borders, правильно, который, к сожалению, тоже ухудшился. Paying taxes, который тоже ухудшился. Надо наоборот изменять. Надо для того, чтобы вот почему все другие страны могут работать с двумя, тремя, максимум четырьмя документами, а в Украине нужно иногда 17-21 документа привезти на таможню, чтобы оформиться. Это большая проблема. По поводу кадрового вопроса, вот за время, когда вы представляли рабочую группу, сколько человек либо ушло, либо уволено? Я не знаю, я этой статистикой не занимались, нам более... Насколько система очищалась, ну хотя бы в каком-то процессе... Самое главное, что было набрано новых 126, если я неправильно помню, человек для открытого митного простера, которые прошли все тренинги, которые нужно было, в том числе их тренинги было спонсировано USAID, например, делали американское border control... А сколько стоят эти тренинги? Ну это, я не знаю, сколько стоят, потому что это иностранные... Потому что люди идут на 3 тысячи? Нет, иностранные организации спонсируют эти тренинги, поэтому я не знаю. Никто не обеспечивал тренинги каким-то людям? USAID или американское посольство обеспечивал тренинги для украинских... Но не бесплатные? Да, бесплатные. А, бесплатные. Да, конечно. Георгий, скажите, пожалуйста, конфликт между главой Одесской таможни Юлией Марушевской и главой Государственной фискальной службы Романом Насировым как-то сказывается на реформировании таможни, на самом процессе? Однозначно сказывается. У меня нет иллюзий, что этот конфликт можно исчерпать, потому что я думаю, что более легче разговаривать с Юлией Марушевской, с Марсианом, чем с Насировым, потому что это диаметрально две разные люди, у которых две разные интересы. Поэтому однозначно сказывается, очень сильное противостояние идет с центрального ДФС для того, чтобы не произошло то, что можно было показать, что да, реально можно получиться. Польшинство изменений в Одесской таможне уже оказывает то, что, не знаю, вот несколько дней назад Юлия Марушевская делала презентацию, и молодец, что не сдается, в первую очередь, то, что хочу сказать, что 650 новых компаний перешло в Одессе. Это сильный показатель, что столько компаний. А ушли, как вы знаете, уже так называемые площадки. Лучше, чтобы в Одессе оформлялись новые 650, и это, конечно, увеличится, потому что все эти люди рассказывают своим друзьям и близким, что какая изменения есть на Одесской таможне. А если та противостояние, которое идет сейчас от центральных властей, из ДФС и Романа Насирова, это искренне, очень быстро можно будет показать, что такой модель открытого мифа. Петр Порошенко как-то может повлиять на процесс? Обращался, возможно, Михаил Саакашвили напрямую с этим вопросом. Вы лично? Я думаю, что все должны вместе стать. Он ведь человек президента, будем прямо говорить. Мы должны все вместе стать, в том числе губернатор, как вы знаете, очень сильно работает и поддерживает Юлию Марушевскую для того, чтобы эта реформа получилась. Говорим со всеми заинтересованными лицами, которые должны помочь. Роман Насирова в курсе, я думаю, да? Оба этой некой коалиции, которая против него готовится. Я не знаю, что готовится против Насирова, но я знаю, что самое главное то, что дело не делается из-за него. Юрий, у нас есть возможность услышать нашего корреспондента Евгения Султана, который находится в Николаеве, где проходит или уже прошел совместный брифинг Генеральной прокуратуры и Национальной полиции по вопросу убийства полицейскими Александра Цукермана. Евгений, ты в эфире. Женя, мы тебя слышим. Возле прокуратуры Николаевской области, где буквально несколько минут назад закончилась пресс-конференция заместителя прокурора Николаевской области Степана Бажила. Так вот, в самом начале он отметил, что на данный момент задержано трое человек, и уже сегодня Николаевский суд принял решение по одному из них. Так вот, его будут держать под стражей в течение месяца без права внесения залога. Также залог не смогут нести и за остальных участников этой трагедии, их также будут держать под стражей. Также вот журналисты интересовались у Степана Бажила по поводу того, что прошли ли переаттестацию полицейские. К сожалению, ответить на этот вопрос Степан Бажила не смог. Также не ответил и на ряд несколько других вопросов, касательно того, где именно будут содержаться эти полицейские задержанные. Не смог сказать, в каком именно СИЗО, но в то же время отметил, что и прокуратура Николаевской области, и полиция будет делать все для того, чтобы создать меры безопасности для этих людей, чтобы не было народного суда и так далее. Также Степан Бажила отметил, что у полицейских, которые участвовали в избиении, есть телесные повреждения. А вот какого именно характера Степан Бажила также не ответил. Вот в общем осталось больше, наверное, вопросов, нежели ответов. Вот так вот и получилось. И вот буквально пять минут назад нам стало известно, что через несколько минут в Николаеве продолжится суд по остальным фигурантам этого дела. У меня на данный момент все. Если будут новые подробности, мы обязательно вам сообщим. Мы продолжаем работать в Николаеве для Думской ТВ. Спасибо, Евгений. Ждем от тебя информации. Евгений Салтан, наш корреспондент в Николаеве. Георгий, ну вот мы видим, опять же, возвращаясь к тому, что в системе, которая реформируется, больше вопросов, чем ответов. Нормальная ситуация? Каких? Ну вот наш корреспондент перечислил ряд вопросов, на которые ответить... И говорите конкретно этой ситуации. Да, да, вот по этой ситуации. Я вначале сказал, что самое главное, и все должны над этим вопросом работать, чтобы все вопросы, которые есть, были закрыты. И я думаю, что в первую очередь это в интересах самой системы, которая реформируется, чтобы все открыто было, прозрачно, и чтобы ни у одного журналиста не оставались ни одни вопросы. На все вопросы сейчас надо дать истерпающие ответы. Но пока вот только вопросы видим. Ну, я надеюсь. Давайте, ну, я думаю, что должны все вместе спросить от новой системы, старой системы, не имеет значения, чтобы вопросы, если у людей есть вопросы, государство обязано на эти вопросы отвечать. Это дважды, дважды. Скажите, пожалуйста, ну вот за время работы Юлии Марушевской, она пришла, собственно, еще, скажем так, свежей, не совсем опытной, не совсем квалифицированной. За время ее работы она уже приобрела опыт, квалификацию, она уже увереннее, умелее стала. Я думаю, что это и вы видите, что, в первую очередь, я не думаю, что однозначно таможенник, это ты должен учиться 4 года, чтобы быть таможенником. Кроме этого, вместе с разговариваем о менеджменте, да, об управлении, как управляет. Юлия Марушевская доказала, в том числе на предыдущем посту, который был выше, чем сегодняшний, он был замом губернатора, что он может очень хорошо управлять. Как вы видите, на Одесской таможне все думали, что будет больше проблем или уйма проблем, которые не сможет она решить. Ну, мы видим, что очень большие достижения есть у Одесской таможни. А давайте мы посмотрим небольшой видеоматериал на эту тему и посмотрим, насколько большие достижения у Одесской таможни. Попрошу наших режиссеров показать видео. Налоговая реформа 2005-2011 годов. Выход бизнеса из тени и привлечение зарубежных инвестиций привели к росту налоговой базы, который компенсировал снижение ставок обложения. Параметры грузинской налоговой реформы. Налоговая амнистия и кадровая очистка налоговой службы позволили начать взаимоотношения налогоплательщиков и налоговиков с чистого листа. Количество налогов было сокращено с 22 до 7. Низкая ставка налога на прибыль – 15% и сверхускоренная амортизация капитальных затрат. Немедленный возврат НДС при инвестициях в основные фонды. Объединение социального налога с подоходным. Реформа таможенного законодательства. Либерализация таможенного законодательства включала в себя отмену импортных и экспортных квот. Вместо 16 различных таможенных тарифов, максимальный из которых был равен 35, было введено 3. Нулевой, который распространялся на 90% товаров, 5% и 12%. Грузия поднялась на 100 пунктов в рейтинге легкости ведения бизнеса «Дуин бизнес» со 112-го места в 2005 году на 12-е в 2011. Процент компаний, которые платят налоги, вырос с 35% до 85%. Доходы бюджета по отношению к ВВП увеличились практически в два раза. Мотивация и борьба с коррупцией. Власти проводили массовые аресты бывших чиновников и бизнесменов по подозрению в коррупции и давали им возможность откупиться, перечислив в бюджет круглые суммы, иногда в несколько десятков миллионов долларов. Эти методы вызывали неодобрение со стороны правозащитных организаций, но четко продемонстрировали обществу и чиновникам, что страна стала жить по-новому. Вот мы посмотрели «Успехи Грузии», и вот хотелось бы спросить у вас. Вы сейчас работаете в Украине, работаете в Одессе. Когда мы также будем приятно тешить свое ухо и слушать о успехах одесской таможни? Украине, украинской? Я думаю, что одесская таможня о успехах вы уже очень часто слышите, и это мне приятно, как минимум, потому что какая-то часть в этом и институциональная идея. Ну и нарекания мы давайте будем честными, мы тоже слышим. Нарекания вы всегда будете слышать, но я надеюсь, что мы вместе проснемся, когда не только на одесской таможне, но и на украинском уровне все будет увеличено. И когда это сможете сделать, когда реально начнется реформирование? Я вкратце хочу сказать такие важные вещи, как приватизация, как можно, чтобы в Украине опять существует закон, который принят очень давно, которым заложены интересы других людей, конкретно тех интересов, которые влияют на процесс и ничего не происходит. Один из факторов, который есть. И очень много изменений, которые сегодня нужны Украине, которые не начинались. Очень плохо, когда начинается реформа одного учреждения. Надо реформы делать везде и вместе. Скажите, пожалуйста, вы в начале нашей встречи сказали о том, что еще консультируете и выступаете советником в других странах. Скажите, где? В Албании, например. Это означает, что Юлия Морушевская уже, в общем-то, справляется без советников, самостоятельно может вести свою работу? Она и самостоятельно ведет свою работу. Ей достаточно квалификации. Она сама признавалась и говорила, что это не так. Еще раз, квалификации есть, чтобы самостоятельно управлять таможнью? Или это менеджмент исключительно? Я понимаю, что вы хотите что-то перекрутить, но не получится. Я спрашиваю у вас. Еще раз, есть возможность для того, чтобы быть хорошим менеджером, я преподаю менеджмент, вот я вам скажу, что не нужно технических зданий столько, сколько техническому работнику. А чтобы таможней управлять? То же самое, чем отличается таможня от налоговой сферы или от другой учреждения, от телевизии. Например, вы должны быть телевизионщиком, чтобы быть директором телевизии. Или управляющим телевизием, не думая. Потому что вы должны знать какую-то часть, но вы не будете хорошим ведущим. Правильно? Вот то же самое. Юлия Марушевская не будет самым лучшим таможенником. Но он может быть и в Украине он уже самый лучший глава таможни. Какие вы видите результаты главы таможни Юлии Марушевской на Одесской таможне? И не видите таких же результатов на других таможнях нашей страны? Очень многие. Например, те показатели, которые есть насчет оформления грузов, те показатели, которые есть насчет борьбы с контрабандой. А какие это показатели? За последний год в четыре раза увеличилось показатели в сравнении с предыдущим. В предыдущем приехала Марушевская работать на Одесской таможне. А с Киевской таможней вы сравниваете с какой? С Киевской таможней масштабом невозможно сравниться, потому что Одесская таможня маленький процент, и Киевская таможня большой процент. Но если взять, не знаю, на перкапита, конечно, на Одессской таможне при оформлении процентов, конечно, лучшие показатели у Одессской таможни. Во всем лучшие показатели у Одессской таможни. А давайте еще какую-то таможню возьмем и сравним две таможни, Одесскую и еще какую-то. Давайте возьмите. У меня же нету этих показателей. Вы должны, как журналист, найти эти показатели. Вот вы сравнили, как, знаете, пример. Вы какую бы таможню привезли? Вот эта таможня, а в Росова показательная, вот к этому нужно стремиться. Сейчас в Украине? В Украине нет. Где хорошо работает таможня? Такой таможни, к сожалению, в Украине не существует. Куда надо стремиться? Надо стремиться, что украинская таможня реформируется и трансформируется от АДУЯ. На 180 градусов изменится. Кроме, например, 43% в 2015 году были поступления в бюджет из таможенной службы. Если сравнить с другими странами, европейскими, это начиная с 0,6%, но самый большой, полше 30%. Это очень плохо. Я уже один раз говорил, что таможня начинает отбирать у бизнеса деньги, когда он не начинал вообще бизнес. А для бизнеса очень важно. Кроме этого, на таможне, чем отличается одесская таможня от других таможней? Тем, что есть одинаковые правила игры для всех. И все это хорошо понимают. Вот именно, вся ведь система реформируется, не только одесская таможня. Поэтому я спросила, чем одесская таможня, почему она лидирует, по вашему мнению? Если вы спросите других компаний, которые работают, например, на другие таможни, они вам скажут, что правила игры там непонятные и не для всех одинаковые. К сожалению, в Украине существуют так называемые мажорные компании, просто компании, плохие компании, хорошие и так далее. Это какая-то градация, исходя из того, кто ты, с кем ты дружишь, с кем ты кумовством занимаешься и так далее, ты подходишь к этому показателю. По показателям Минфина, Одесса не отстает, одесская таможня. Мы говорим сейчас о каких-то планах, правильно? Вот я начал вам объяснять, почему 43% поступлений плохо, почему планы плохо, почему-то мы в Грузии вообще отменили план, никто не знал, сколько планов есть у таможни. Потому что как можно поставить план у таможни? Приехал груз, растамаживается. Не приехал, как можно сказать, что должен приехать груз на 1 миллиард? Это самообман. Значит, поставлена задача таможни обдирать экономических операторов на эту сумму. Вы думаете, это хорошо? Вот вы как думаете? Давайте мы сейчас узнаем прямого у народного депутата Украины Алексея Гончаренко. По этому и другому вопросу Алексей Гончаренко, народный депутат у нас на связи. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос вам по поводу депутатского обращения, которое вы направили к главе СБУ Украины, связанное, вероятно, с аудиоматериалом, который был недавно опубликован. Переговоры Сергея Глазева с так называемыми кураторами оккупации Одесской области. Действительно, те пленки, которые были обнародованы, они носят, кроме того, исторический характер, не больше и не меньше. Это доказательство того, что события, происходившие в Харькове, а главное для нас в Одессе, имели четкий кремлевский сценарий и целью был такой Донбасс на юге Украины и в нашем родном городе. Но они имеют и практический характер. Так, с 1 марта 2014 года Сергей Глазев требует от своих подопечных, то есть руководителей сепаратистов, организации сессии Одесского областного совета. И по странному, то есть для кого-то может быть странному, а для меня странному в кавычках, в течение обстоятельств тоже в кавычках, действующий на тот момент губернатор Одесского области Николай Скорик назначает День очередного сепаратистового совета на 3 марта, а он организовывает совещание соответствующее, на котором принимается соответствующее решение. Единственный вопрос в повестке дня этой День очередной сессии о ситуации в стране. То есть мы понимаем, что никакой практической пользы у нее нет, а эта сессия вообще непонятно, зачем нужна. И тогда мы, как депутаты, этого не понимали. Но сегодня, когда мы слышим о том, что этого требовал Кремль, то возникают вопросы. То есть по чьей программе играл тогдашний губернатор Николай Скорик? И поэтому я считаю, что СБУ должна расследовать эту ситуацию и ответить на вопрос, здесь есть государственная измена или нет. Ну вот, в общем-то, так можно и сформулировать цель вашего депутатского обращения. Я правильно понимаю? Цель моего депутатского обращения очень проста. Я хочу понимать, что происходило тогда в марте 2014 года, потому что фигуранты тех событий. Кто-то сбежал, как все это, там, Кауров и другие упоминации в этих пленках. А кто-то сегодня у нас народный депутат, как Николай Скорик, нардепа Топа Блока. И человек, ну, занимаясь самую высшую позицию, фактически одну из высших позиций в государстве, мы должны понимать, он на киево все стороне. У меня есть большие вопросы и сомнения по этому поводу. Алексей, у нас в студии находится Георгий Цхакаек, глава доходов Грузии. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, пользуясь случаем? У меня нет вопросов, у меня есть пожелание, чтобы у нас лучше наполнялся бюджет, и чтобы те планы, которых мы много слышали, чтобы они бы реализовывались. Спасибо вам большое. Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, был у нас на телефоне связи. Возвращаемся в студию. Пожелание принято. Спасибо за пожелание. Что в ближайшее время можно реализовать? Какие вот такие планы? В ближайшее время, самое главное, будет реализовано, надеемся, если не будет вот те палки у колосса, которые продолжаются каждый дневно в режиме, открытие открытого методного простера, который, в свою очередь, поменяет всю призму и подход к таможеннику-бизнесу и сможет показать, как может реально работать с таможенником. Это автоматизированная система, где принимает решение не таможенник, а система сама, которая настраивается таким образом, чтобы все возможности, как можно, 99% возможности коррупции убрать, автоматизировая систему. Йоги, у вас есть гражданство украинское? Нет. Приказ, какое-то распоряжение, согласно которому вы работаете в Одесской области? Украинское гражданство хотите получить или вы все же рассчитываете в Грузию уехать? Нет, я гражданин Грузии. Я еще раз говорю, я хожу в другие страны, помогаю им для того, чтобы тот опыт, который мы, и ту реформу, которую мы проводили в Грузии, и не только в Грузии, потому что все страны, которые достигли чего-то, надо все время смотреть, что они сделали. Я думаю, что один из очень хороших примеров реально есть Грузия, и поэтому частично модель, которая выбрана для открытого митиного простыря, вот били люди, поехали, посмотрели в Грузию, они приехали так же шокированы, приятно шокированы тем обслуживанием, которое дает грузинская таможня. Я надеюсь, что очень скоро в Украине, в целом Украине, в том числе, в первую очередь, в Одессе, будет такая таможня, где люди будут очень приятно удивлены. А мы как надеемся? Рассчитываем вас увидеть в нашей студии уже с какими-то положительными событиями, решениями и продвижениями. Спасибо, что были у нас в гостях. Георгий Цхакая, экс-глава доходов в Грузии. Мы прерываемся на новостной блок и вернемся в студию, будем говорить о происшествии в Николаевской области, в Кривом озере убийства Александра Цукермана. Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова